Доброе утро! Сегодня один из вопросов повестки дня заседания Государственной Думы. Это второй уже за период работы уполномоченного Александра Панфиловой отчет о работе уполномоченного. Поступил вчера отчет в Государственную Думу, мы с ним ознакомились. И для сравнения показываю отчет прежнего уполномоченного Лукина. Вот какие можно сделать выводы? По объему, конечно, немножко больше. Но объем это не главное. У Лукина это теория, это некая констатация отдельных фактов, особо нет никаких выводов, предложений, рекомендаций. Такой достаточно сухой отчет, который готовят чиновники аппарата, лишь бы сделать. И, конечно, нельзя не отметить творческий подход к отчету, который представлен Элой Александровой Панфиловой. Почему творческий? Сразу бросается в глаза, что каждая глава, каждый раздел сопровождается цитатой из отечественной или зарубежной классики. Это посвящено тому, что в 2015 году год был объявлен годом литературы. Данный отчет, он достаточно смелый, где-то даже резкий, насыщен выводами, предложениями и рекомендациями. Дана полная картина того, что происходит в стране с точки зрения соблюдения прав человека. В своем вступлении Элла Панфилова говорит о том, что достоинство человека, а то есть соблюдение его прав, это является неким базисом для развития государственно-общественных отношений. И без развития этих отношений у нас не могут решаться те проблемы, которые сегодня существуют. Даны оценки того, как у нас нарушаются права отдельных социальных групп. Опять же, повторюсь, достаточно смелые оценки. Указывается, что чиновники привыкли, грубо говоря, залазить в карманы гражданам, когда необходимо латать дыры в бюджете. И действительно, Государственная Дума недавно принимает закон, который с 1 апреля повышает акцизы. То есть, то, о чем говорит Элла Панфилова, указывает, что это, по большому счету, нарушение прав наших граждан. Это самый простой способ пополнения бюджета. И действительно, Государственная Дума голосами Единой России это делает. Избирательность правосудия. Один из примеров, это громкий судебный процесс над Евгением Васильевым, который здесь также нашел свое отражение. Действительно, получить положительную рекомендацию от администрации колонии в подобных случаях, как с Васильевым, было невозможно. У нее все гладко, все быстро, все красиво, все хорошо. И уже все про все забыли. И она об этом пишет в отчете, приводя это в пример, как негативный опыт работы нашей судебной системы, подчеркивая, что, к сожалению, у нас избирательность правосудия. Отдельно отмечается, что в случае возникновения каких-либо негативных ситуаций начинается судорожная работа чиновников. И вообще, вывод сделан такой, что борьба с последствиями требует гораздо больших финансовых вложений, чем если бы заранее все просчитывалось, предугадывалось и не допускались те страшные последствия, свидетелями которых мы были. Это и различные аварии и другие негативные мероприятия. Значит, отдельно отмечается коррупция. Коррупция, к сожалению, во всех сферах приводятся примеры и даются рекомендации, как можно сузить поле для коррупции. Отдельно говорится о том, что недопустимо нарушать права журналистов, вне зависимости от их политических взглядов. Опять же, приводятся примеры, как нарушаются в разных регионах и вообще приведена карта, как в субъектах нарушаются права тех или иных категорий граждан, какая динамика. И таким образом можно сделать вывод, где в субъекте лучше, где хуже. Вот на Дальнем Востоке получше, Центральная Россия похуже, судя по тем данным, которые предоставлены. Даны определенные рекомендации как всем субъектам законодательной инициативы, так и отдельно и Государственной Думе, и правительству, и другим министерствам и ведомствам. Ну вот один из примеров. Сегодня мы при нормальной работе отдельных комитетов должны были бы рассмотреть в первом чтении законопроекты о регулировании коллекторской деятельности. Но учитывая, что 11 законопроектов, внесенные разными субъектами законодательной инициативы, которые не планировались к принятию, были направлены в дальнюю долгую рассылку. Рассылка еще, срок рассылки не прошел. А тот законопроект, который имеет перспективы на принятие, внесенный председателем Государственной Думы и председателем Совета Федерации, он является альтернативным и рассматриваться сегодня отдельно он не может. То есть мы сами своей работой тормозим решение того острого вопроса, который волнует наши граждане. И в отчете об этом говорится, что очень серьезную обеспокоенность и озабоченность вызывает работа коллекторских агентств и рекомендации Центральному банку взять под контроль деятельность финансовых, микрофинансовых организаций, других кредитных организаций. И говорится о том, что вплоть до полного запрета коллекторской деятельности. Это то, о чем говорит ЛДПР, и тот законопроект, который был внесен в Государственную Думу фракции ЛДПР, именно это и выражает. То есть полный временный монаторий на коллекторскую деятельность в России. Мы надеемся, что переход Эллы Александровны Панфиловой в Центральную избирательную комиссию в перспективе и вероятность того, что она возглавит ее очень высока. Мы надеемся, что с ее приходом туда, зная ее активную позицию, принципиальную позицию, ее определенную здоровую прямолинейность, это все должно дать определенный импульс, сигнал и некий момент контроля за деятельностью, прежде всего, комиссии на территории, в субъектах. Потому что все нарушения начинаются там, на участках, а дальше тики, а дальше комиссии субъектов. Центральная избирательная комиссия, она в целом организует процесс выборов. Но от позиции, прежде всего, председателя зависит вообще, как будет развиваться избирательная система в России. Поэтому мы полагаем, что с ее приходом некий сигнал и некий импульс будет дан процессу прозрачности и открытости выборной системы. Мы выражаем надежду и сегодня зададим вопросы, в том числе и связанные с тем, как она относится, как еще действующую полномочность по правам человека и как будущий член Центральной избирательной комиссии, к тому, что Государственная Дума так оперативно, голосами «Единой России» закрутила гайки для того, чтобы невозможно было полноценно оппозиционным партиям наблюдать за ходом выборных кампаний, когда введены дополнительные барьеры для работы наблюдателей, для того, чтобы определить, кто будет наблюдателем от той или иной партии. А самое главное, введены определенные ограничительные меры, против которых ЛДПР выступает, и мы внесли уже соответствующие поправки. Я надеюсь, что от общей активности и наших депутатов, всех депутатов Государственной Думы, и от всех журналистов и федеральных региональных зависит возможное изменение действующего законодательства. Но, по крайней мере, мы будем этого требовать, и сегодня зададим вопрос о том, как она относится к тому, что серьезно выставлены барьеры для того, чтобы журналисты не имели возможности полноценно в рамках действующего законодательства работать во время выборной кампании, вводится двухмесячный срок пребывания в должности журналиста в том или ином издании, обязательная аккредитация, что, получается, приводит к делению на хороших и нехороших, удобных и неудобных. ЛДПР против этого, ЛДПР против цензуры, и мы надеемся, что с приходом в СССР Александры Панфиловой, и зная ее принципиальную позицию по вопросам соблюдения прав человека, которые отмечены в ее докладе, мы общими усилиями сможем ситуацию перед выборами изменить и все-таки убрать те вредные поправки, которые Единая Россия приняла буквально недавно. Спасибо. Уважаемые коллеги, вчера вся Москва стояла в пробке, ради кого перекрыли наш замечательный город. Что у нас? Монарх приехал, что президент какого-то крупнейшего государства, нет госсекретарь Соединенных Штатов и принца из Абудаби. Мы считаем это некорректным. Очень много жалоб поступило вчера в общественные приемные ЛДПР из-за того, что Москва была парализована перекрытием дорог под приезд госсекретаря США. И опять, что они требуют от России? Выполнение минских соглашений, которые от нас, от России, не зависят. Мы что, можем изменить конституцию Украины? Нет. Мы что, можем сделать амнистию для участников антистеррористической, так называемой, карательной фактической операции, и для ополченцев Новороссии? Нет. Что мы можем? То есть опять предъявляются России заведомо неисполнимые требования. Да еще и перекрывают улицы для этого господина из Соединенных Штатов. Это некорректно, это неправильно, люди раздражены, с этим надо заканчивать. Потом, Пальмиры, погиб геройский военнослужащий. Прозрачная позиция Министерства обороны, она заслуживает уважения. А те, кто начинают ерничать по поводу вывода войск и вывода наших воздушно-космических сил из Сирии и приводят в этой связке гибель нашего разведчика, офицера под Пальмирой, они вообще не понимают, что говорят. Они не знают, как действует авиация, что наведение на цель требует работы на земле, в поле, что полевая разведка, она там работает и что вместе с самолетами вообще-то на земле трудятся наши наводчики и разведчики. Поэтому мы скорбим, мы соболезнуем семье погибшего офицера и приветствуем прозрачную позицию Министерства обороны в этом вопросе. Не надо ничего скрывать, как делают это американцы, европейцы и саудиты. Они скрывают количество жертв своих, в том числе и в Йемене, в том числе и в борьбе с исламским государством, скрывают количество жертв в других точках, в том числе в Ираке и Афганистане. А наше Министерство обороны здесь отчитывается регулярно и публично. Несколько слов в продолжении вчерашнего поединка Владимира Вольфовича Жириновского и предложения нашей фракции по борьбе с международным терроризмом. Лишать гражданства всех маломальски замешанных в связях с террористическими организациями. Вот позиции нашей фракции. Усилить международный карантин, в том числе усилить контроль на границе. Все лица, которые выезжают в страны с повышенной террористической опасностью, где есть подозрения на какие-то действия террористических группировок, все под контроль.